Аварийные снесут, новые посадят. Горожане не могли не обратить внимания на то, что во всех районах Магнитогорска с утра до вечера раздается визжание бензопил и треск падающих веток и стволов. Вот уже месяц в городе идет полномерная работа по сносу сухих и аварийных деревьев. Зачем это делается и сколько деревьев, недосчитается магнитка к концу года, узнал Андрей Рыжков. 50 лет я вот этому дому, я вот приезжал сюда, да, когда маленький был, 13 лет мне, да, и каждый житель посадил свое дерево. Дерево полвека назад посаженное Александром Михайловичем спилили, и пенсионер говорит, правильно сделали. Ломкие ветки нависали над детской площадкой. Однако мужчина уверен, пилой махать надо с умом. Я считаю, что не стоит слишком. Надо срезать те, которые, ну, может быть, опасные. А остальное – это дышать. Дышать легче. Горожане вопрошают, чем же мы дышать-то будем. А специалисты говорят, такие деревья – нечего жалеть, толку от них никакого. Как говорят у нас жители, что это наши зеленые легкие, но, к сожалению, они уже кислород не вырабатывают. Или либо вырабатывают не в том количестве, в котором должны были. Верить или не верить в бесполезность сносимых деревьев – личное дело каждого. Но после сильного сентябрьского ветра, заставившего понервничать магнитогорцев, многие могли убедиться в реальности угрозы, исходящей от старых деревьев. После ветровала большое количество деревьев падало, к счастью, что не причинив вреда жизни и здоровью граждан. Но на автомобиле, соответственно, у нас были падения деревьев. Администрация районов завалила листопадом обращений с просьбой снести или обрезать потенциально опасные деревья. Глава города дал поручение Управлению охраны окружающей среды сформировать соответствующий реестр. В целом по всей территории города мы выявили таких деревьев порядка 16 тысяч. И я хотел, чтобы люди об этом знали, что деревья не вырубаются, как это порой бывает, где-то кто-то хочет написать, а как раз-таки удаляются те деревья, которые сегодня просто опасны для жизни. Работы по сносу аварийных деревьев начались 18 ноября. На первом этапе сейчас проводится снос аварийных деревьев. В рамках муниципального контракта сейчас это осуществляют. В рамках данного контракта до конца года планируется осуществить снос порядка 3,5 тысяч аварийных деревьев. Надо вообще вот тут везде деревья уже укорачивать, а то уже заслонили все окна. У Федора Михеевича, например, вопросов нет. А представитель компании-подрядчика говорит, что часто приходится объяснять людям, на каком основании сносят то или другое дерево. Да, да, и не один раз. И вот мы показываем, что приезжает представитель районной администрации, по схеме, которую экология им видела, на снос деревьев, намечаем краской. Потом в следующий день выходят люди и убирают уже, которые намечены деревья. Из 3,5 тысяч по 700 деревьев удалили к этому дню в Орджоникизовском и Правобережном районах. Оставшиеся 2100 – это львиная доля Ленинского района. До Нового года и здесь работы по сносу должны быть закончены. А с весны начнется работа по замене снесенных насаждений новыми посадками. Безусловно, комплексный план посадок зеленых насаждений, он будет сформирован. Будут учтены предложения районных администраций, потому что они, как никто, знают те места, где проводилась массовая снос деревьев. Соответственно, будут включаться места для озеленения. И еще, если кому нужны бесплатные дрова, вот они во дворе. Поторопитесь забрать. Через день-два их увезут на свалку. Андрей Рыжков, Виктор Асаев, телекомпания ТВИН.